Итак, у нас сегодня 13 лаборатория. Будем считать, что это число счастливое. Это предновогодний выпуск лаборатории войлочных идей. Понять, как же сделана эта пюрышка и то, что его можно везде применить. Я даже хотела сказать, что это может быть какое-то ожерелье. Поэтому, конечно, если мы говорим о нарядных платьях, то, наверное, надо перейти уже на такие варианты. То есть это стразы, может быть, бисер. Декор фатином, пайетками, канителью, бисером, стеклярусом. Вот видите, какое внимание к деталям. Есть такой грешок. Войлочная деталь у нас небольшая. То есть, если коснуться шаблонов, то то, что было на Оле, это вот этот шаблон. То есть нам всего-то надо разложить, сами понимаете, но это вообще ни о чем. Вот такой вариант тоже. Да, это вот такой вариант. Стараюсь декор использовать по минимуму, либо чтобы он был какой-то интересный. Но я надеюсь, что вот здесь он как раз интересный получился. Мне очень хотелось сделать подобие таких дворцовых тканей. То есть это какие-то обрезки, это еще, я не знаю, представили горухи от какого-то моего шитья, обрезки вот этих пайеток. Это вот эти вот фрагменты, которые такие вот красивые, буклированные. Это дикий шелк, такой очень плотный, такого желтоватого цвета натурального. Это тоже максимально простой силуэт. Я очень люблю, и на мастер-классе мы это делаем, это когда кокетка на круге на сантиметров там от 5 до 10 меньше предыдущего. То есть вот вы двигаетесь, у вас будет несколько вот таких кругов. И в итоге на выходе вы получите вот такую вот интересную юбку. Малярный скотч, вот все, что у вас есть. И обматываем ту часть, которая нас, собственно, будет... Интересует. Интересует, да. Потом вы срезаете это с манекена, и у вас, собственно, готова выкройка. Промазала деталь, отрисовала, точнее, деталь мелом или мылом на самом корсете. То место промазала на самом корсете, промазываю деталь с изнаночной стороны кожи. Приклеила, все и подождала. И потом уже нитками вощеными... Как просто сделать такую вот шляпку-цилиндр. Причем размер может быть любой, в зависимости от того, какую форму основу вы выберете. Я об этом достаточно подробно в видео рассказываю. Одним словом, валяйте! С Новым Годом! И любите войлок, как любимого мы! Спасибо всем! До свидания! С Новым Годом! С Новым Годом!